Моё знакомство с Яной Корниловой произошло совершенно случайно для меня, так как я в какой-то момент решила не читать развивающие, познавающие статьи, не смотреть видеоролики, как бы отдохнуть, скажу так. Но почему-то ВКонтакте выпала статья, пост с Яной Корниловой, и я остановилась. Я прочитала и удивила то, что, читая, всё написано ясно, чётко, но я не улавливаю, о чём текст, смысл, вот, сама суть. И по ссылке я перешла на YouTube «Изнанка просветления» и стала слушать подкасты. Слушая их несколько раз, я уловила, что да, я хочу узнать больше для себя и пойти на индивидуальный практ к самому себе. А у меня произошёл отклик, то, что я почувствовала что-то знакомое. Янин голод был такой ясный, чёткий, он как бы прозрачный, вот так я даже донесу. И сомнений не было. Может, в какой-то момент было колебание лёгкое, но, видимо, моё внутреннее желание всё-таки узнать, кто я сыграла вверх, мой зов, и я пошла на индивидуальный практ, не колебаясь. Когда я шла на индивидуальный практ, я, честно признаюсь, я ничего не ждала. Я шла и думаю, я пойду и посмотрю. Я в любой момент могу уйти, но с каждым заданием я чувствовала, что да, это верный путь, я иду по правильному правлению, это моё. И моментами было сложновато, но сила настроя, наверное, была сильнее даже, возможно, даже какого-то маленького сомнения, но оно сразу погасло. И начался мой путь. Я хочу сказать, что на что-то похожее вот индивидуального практа я не встречала. Я была на курсах, на сласангах я не участвовала. Индивидуальный практ, он выстроен так, что каждое задание, оно приближает тебя всё ближе и ближе к самому себе. Ты лучше начинаешь слышать себя, ощущать. Это для меня опыт первый, и он уникальный в том, что я с таким не сталкивалась ни разу. Я, находясь в индивидуальном практе, также продолжала слушать подкасты, читая посты. И удивительно, что я стала улавливать, о чём идёт речь. И когда, оборачиваясь назад, удивление было, ну как ты раньше этого не видела, не улавливала, не слышала. И вот эта разница, она уникальна тем, что это на уровне ощущения, это не на уровне ума. Умом ты не поймёшь это. Это только вот внутреннее знание, оно и откликается с постами и с подкастами Яны. Познание себя в практе Яна очень мягко, бережно подводила к самой себе. Самое важное, да, я скажу, что с ощущениями у меня был очень сильный затык. Я даже не знала действительно, что такое ощущение. И вот именно благодаря практу я потихонечку, благодаря Яне, начала раскрывать, идти к себе. И вот это состояние ощущения — это такой бережный момент, когда ты идёшь, как бы доверие к своему знанию. И самое важное было, что когда первый контакт произошёл, вот это ощущение самого себя в себе, это чувство такое знакомое, тёплое, нежное, да, вот как дома. И я его не ощущала, и для меня это было вот, ну, как взрыв, это были слёзы, это... Ты встретил сам себя, при этом ты всегда находился рядом около себя. Сам не мог прийти. Без Яны Корниловой, вот без проводника, уверена, что, возможно, так и блуждала бы в этой своей кромешной тьме, не придя к самой себе, к ощущениям самой себя. Самостоятельно, возможно, и есть у кого-то намерение, но всё-таки проводник, он чётко слышит, ощущает, где ты сворачиваешь не туда. И ты, да, можешь свернуть не на тот путь, и тогда произойдёт вот этот момент, что ты начнёшь сомневаться, а твоё это или нет, потому что начнёт не получаться. А проводник, он именно вот направляет тебя, он тебе не подсказывает, он не говорит за тебя, как что. Ты самостоятельно идёшь к самому себе, именно вот как бы на ощупь, ощущениями. А Яна именно, вот как проводник, она просто плавно, ювелирно тебя подводит к самому себе. Без её помощи вряд ли человек самостоятельно сможет прийти, не имея какого-то вот этого внутреннего состояния силы зова, внутреннего голоса. Благодаря практике изменилось очень многое. И тем инструментам и ключам, это самое важное. Моё восприятие изменилось с близкими, с друзьями, с родными. Я стала более, скажем даже вот так вот, нежно относиться, бережно к ним. Потому что на самом деле всего этого я не делала к самой себе. И благодаря практике, вот это тепло, которое в тебе где-то сидело, но ты его не могла раскрыть, раскрыв, изменились твоё восприятие во всем происходящего мира. Ты иначе в состоянии наблюдения я начала видеть, как всё происходит. Как я влияю на самом деле на всё, что со мной происходило и сейчас происходит. Нету-то, кто, допустим, когда я, возможно, кого-то винила, потому что ты сам в ответе за себя. Ты берёшь эту ответственность на себя за себя. И скажу большую, вот такую искреннюю благодарность. Благодаря практике я действительно стала другая. До практика был один человек, а после практика словно вот я настоящая. Теперь мне легче контактировать с близкими, нету каких-то конфликтных ситуаций. Нет, бывает, конечно, сложности. Это нормально, это жизненные процессы. Но теперь я в них не утопаю, я в них не поглощена. Я вот в состоянии наблюдения. Ты как бы видишь это со стороны. И состояние вот благодаря практике ещё присутствия, он даёт тебе такой фундамент, уверенность и твёрдость. Когда происходят какие-то жизненные события, которые бывают сложности. Но теперь ты самостоятельно не бежишь кому-то за помощью, не ищешь лекарей. И вот скажу так, что благодаря голосу, который мы вскрыли, я узнала именно в индивидуальном практике, я стала проговаривать. И вот самое важное, что для меня было, у меня были всегда головные боли. И куда бы я ни обращалась, всегда эффект был временный. Но именно благодаря работе в индивидуальном практике, работе со своим голосом, я хочу сказать, что да, я исцелила себя. Именно головная боль, она покинула меня. Но опять же, это вот ежедневный труд. И за дня в день проговаривание, наблюдение. И за это я благодарна. Потому что ты теперь надеешься сам на себя. И даже когда у тебя возникают какие-то вопросы, и ответ приходит не сразу, ты ощущаешь, что он всё равно придёт. И да, через какое-то время ответ приходит. И вот за это я очень благодарна. Я признательна Яне Корниловой. Первый мой созвон с Яной, услышав Янин голос, это было такое состояние. Я не знаю этого человека, я её никогда не видела, но голос такой родной и знакомый. Такой вот прям близкий мне. Наша беседа состоялась, и Яна мне помогла именно посмотреть на себя со стороны и говорить себе правду. В начале, да, я скажу, что это было как-то болезненно. Но потом мы ещё раз созвонились, и уже было как-то легче. А вот Янина поддержка, она очень важна именно на этапе. Потому что есть моменты, когда ты чувствуешь, что ты делаешь-делаешь. И словно вот-вот сейчас вот как бы ты сорвёшься. Вот какой-то маленький такой вот момент. Но именно голос Яны, он так твёрдый, ясный. И с такой теплотой, нежностью, заботой всегда тебя поставил обратно на путь. И ты знала, да, вот тут ты, допустим, споткнулась, но ты встала и идёшь дальше. И созвоны, они были очень важны для меня, слышать голос Яны, её поддержка, направление. И самое главное, это ориентир, который вот постоянно как бы светили мне вот так вот. Это было очень ценно. Благодаря прохождению практа я вообще ощутила, что есть я у себя. Это состояние, словно ты увеличился, и ты чувствуешь сам себя в себе. Это вот, вот это соприкосновение, ощущение, оно не сравниво ни с чем. Действительно, словами это не скажешь. Действительно, вот пока ты не ощутишь это, сколько бы ты ни говорил, это не уловить. Я ещё благодарна тому, что за всё время прохождения практа я ощущала, что Яна никогда как бы не вмешивалась. Она как бы не было такого, что она что-то навязывала, что она как бы знает больше тебя, если даже ты где-то ещё чего-то не знаешь. Не было этого состояния, что она как бы подавляющего, наверное, что она вот авторитетнее тебя. Вот именно вот это состояние любящего человека, который сам прошёл самостоятельно, зная каждый камушек, каждый обрыв, она вела тебя, и зная, когда тебе вот в какой-то момент по голосу что-то происходит не так, как раз она созванивалась со мной, и проговаривали мы. И вот после каждого созвона и каждого задания я чувствовала, что у меня себя становится больше. Такого я нигде не ощущала, не было у меня этого вот ощущения самой себя. Я бы порекомендовала человеку пойти на индивидуальный практ, когда он чётко ощущает, что он хочет действительно, вот он это настроен намеренно. Это как бы не игра. Сам практ — это жизнь. И если ты действительно уже натыкался, намыкался, уже разочаровался, отстрадал, пристрадал и сказал, всё, хватит, довольно, я скажу, иди на индивидуальный практ Яне Корниловой, и ты раскроешь то, чего ты всё равно не смог раскрыть до этого. И я ни разу не пожалела, что я пошла. И тот человек, который увидит отзыв, и если у него есть сомнения, то самое важное — заглянуть и признаться самому себе. Ты хочешь узнать себя настоящего? Да, это не будет какие-то фейерверки и подарки, да, это будет через слёзы, через какие-то распятия, через какую-то боль, терзание. Но самое важное, что в конце, пройдя вот эти все муки, страдания, ты найдёшь самое важное — ты найдёшь самого себя. И это самое ценное для меня, вот скажу так, это приобрести саму себя. Желаю каждому, кто смотрит или будет смотреть отзыв, если он чувствует, что он заблудился и хочет найти выход, то индивидуальный практ с Яной Корниловой ему поможет в этом направлении. Яна Корнилова, я очень вам признательна и благодарна за то, что вы помогли мне найти саму себя, раскрыть, ощутить вот это состояние тепла, уюта дома. Это самое сокровенное, ценное. Слышать свой голос, чего раньше не происходило. Ваш труд, он очень ценный и важен. И я очень вам благодарна и признательна, что вы начали идти и помогать человеку в его пути. И даже порой, когда и действительно бывает, что кажется, ты уже там где-то заплутал и сейчас не сможешь справиться, то вы всегда рядом и поддерживаете. Я очень вам признательна, Яна. Безгранично вам благодарна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!